Смотрите прямо сейчас. Отставка. Что дальше? Арсений Яценюк написал заявление. Как теперь проголосует Рада? И когда ждать нового премьера? Декларации с одними нулями. Сколько зарабатывают те, кто претендует на министерские посты? Больше 200 тысяч гривен. На такую сумму можно нормально прожить. VIP-декларации. Мы посчитали зарплаты чиновников? Кто-то ворочает миллионами, а кто-то сидит на шее у жены. И как прячут свои доходы министры и депутаты? Почему многие политики до сих пор не показали свои декларации? Миллионеров больше, чем тех, что живут на одну зарплату. Ямы-кочки-выбоины. Все Украина-яма. Станет ли новое правительство ремонтировать дороги? И какие? 14 миллиардов гривен. Рекордная за последние 10 лет сумма. На сколько километров хватит этих денег? Не заплатил? Отдай квартиру. Как у должников выбивают долги? Запрет человеку выезда за границу. И законно ли суды отбирают квартиры за коммуналку? Все, чем жила страна. Откровенно в прямом эфире прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Точка поставлена. Несколько часов назад Арсений Яценюк заявил о своей отставке. Традиционная 10-минутка главы правительства, теперь уже явно последняя, превратилась в 6 минут. Украинский вариант знаменитого Ельцинского «Я устал, я ухожу» выглядел официальнее и, скажем так, пафоснее. Стоя вроде бы и на фоне Майдана, но, увы, в студии, а картинку просто на компьютере подложили, премьер рвал фразы «делай ударение на каждом слове». Понятно, что ни слова самокритики. Говорил, сделал все для стабильности и, вот еще цитата, сделал почти невозможно. Это я не шучу, я цитирую. Заявил, что желание сместить одного человека, имея в виду себя, конечно, ослепило политиков, ну, а значит, слагает полномочия. Я принял решение скласти повноважение премьер-министра Украины. У вевторок, 12 квитня, подання будет внесено до Верховной Ради. Парламентская фракция Блоку Петра Порошенко высунула на посаду главы уряду Володимира Гройсмана. Зробивши все для стабильности и спадкоемности курсу, заявляю про решение передать обязательства и ответственность руководителя Украины. О том, что будет делать дальше, никакой конкретики, лишь фраза «Вижу теперь свое задание шире, чем руководитель правительства». Интересно, куда уж шире, чем премьерский пост. То ли речь о работе за границей, а предложения мне рассказывали были. То ли составит конкуренцию Михаилу Саакашвили, подъедет с туром по стране, вот только что в ответ услышит. То ли все-таки о новых выборах речь. Потому что, давайте не забывать, ведь формально Яценюк все еще премьер. Отправить его в отставку даже вот после этого сегодняшнего заявления может только Рада. Во вторник, как планируется. Хотя планируется уже второй месяц, и не случится ли так, что вот первый акт спектакля сегодня сыгран. А во втором очередной раз банально не хватит голосов. Мы будем выяснять это сегодня у политиков. И вот буквально только что дозвонились до лидера пропремьерской фракции в парламенте Максим Бурбака. Вопрос один. Дадут ли голоса за отставку своего лидера? Ведь без этого их может опять не хватить. Завтра у нас будет фракция. Я уверен, что будем говорить с этим вопросом на фракции. Я особо буду поддерживать, думаю, фракция также будет поддерживать. И Арсеній Яценюк, и мы на разу публично, открыто вертались в наших коллег о шляхах поддавания этой штучно створеної кризи. Это або поддерживать действующий уряд и его программу, которая базируется на действующей коллекционной угодке и на меморамію спектакля с МВФ, который подписал и президент, и премьер, або альтернативный шлях – создать новый уряд, новый премьера, новая коалиция, новая коллекционная угода и новая программа действий уряда. В конце концов, наши коллеги по коалиции Блок Петра Порошенко решили взять на себя ответственность и формировать новый уряд на чуле с новым премьером. Мы приветствуем такой шаг, но, пожалуйста, готовы долучиться до этой работы, потому что это государственная позиция. Ну и понятно, что если уж появились такие новости, их должен прокомментировать и президент страны. Сейчас возле его администрации наш спецкор Лена Зорина, у нее узнаем все детали. Лен, вечер добрый. А вот ты сегодня на Банковой видела кого-то из топ-политиков? Потому что по той информации, которая здесь у меня в редакции есть, глава государства все-таки собирал рабочее совещание, чтобы обсудить отставку премьера. Да, Дим, добрый вечер. Ну, на самом деле, окна в администрации президента светятся. Возможно, даже предстоит бессонная ночь, ночь переговоров. Но пока что встретить никого не удалось. Ну, что неудивительно, собственно, пока решение в парламенте не принято. Комментировать что-то мало кто захочет, ну, по сути, подставляться мало кто захочет, потому что прогнозы могут и не сбыться. Известно, что президент сегодня на работе, на работе и глава его администрации, которого Петр Порошенко вызвал сразу после заявления Яценюка об отставке. Также по неофициальной информации известно, что у президента сегодня побывали некоторые лидеры фракции, но подробности этих непубличных переговоров пока что неизвестны. Ну, а вот что Петр Порошенко заявил в интервью украинским журналистам. Я чекаю, что не позже, как наступного тижня, желательно в вевторок, мы слышим из парламента добру звездку. Первый, что создана коалиция. На сегодняшний день, знаете, очень таки, по-ленински, очень популярная позиция порады стороннего. Я не хочу брать на себя ответственность, я не хочу входить, я не хочу голосовать, но я хочу иметь право критиковать. Нет, это безответственно к стране. Я уверен в том, что в вевторок мы должны иметь коалицию, и я должен иметь внесенную кандидатуру премьер-министра. То есть грозный? Теперь наголошу, я ожидаю, что это будет грозный. Я не собираюсь сейчас отходить от этого. Но я буду работать с любым премьер-министром. Мы продолжаем здесь находиться, здесь на Банковой. Возможно, даже пообщаемся с кем-то из политиков. Возможно, они появятся здесь для консультации. Потому что даже тот же Максим Бурбак, лидер Народного фронта, телефонный комментарий которого несколько минут назад был в эфире, по моей информации, срочно на машине выехал в Киев. И не только он. Дмитрий. Да, спасибо, коллега. Ну, следите за тем, что происходит. Потому что сегодня такой вечер, когда может быть все, что угодно. Ну, по крайней мере, я о заявлениях говорю. Политики явно могут делать заявления. Многие из них уже поступают в студию. Вот, к примеру, отставку Яценюка прокомментировали в оппозиционном блоке. Заявление появилось на официальном сайте партии. Там выступают против, цитирую, попыток перетасовать колоду той же коалиции, только с меньшим количеством фракций. И призывают к досрочным парламентским выборам. Но досрочные парламентские выборы, даже если они состоятся, то не раньше осени. А в ближайшее время... В ближайшее время всем нам придется иметь дело с тем же составом парламента, в котором уже на следующей неделе готовятся объявить о создании коалиции, но не совсем новой, из тех же старых двух больших фракций. Народного фронта и блока Петра Порошенко. Ну а что после того, как будет сформирована коалиция, потом появится премьер, изменится в украинской политике? Ну, чем, к примеру, премьер Гройсман будет отличаться от премьера Яценюка? И кто, хоть тушкой, хоть чучелом, помните, как в том старом анекдоте, готов присоединиться к коалиции, чтобы получили заветные 226? Ответы на все эти вопросы выясняла наш парламентский САПКОР Катя Лысенко. Они приезжают на заседания на дорогих авто, но парламентскую коалицию, которую все так и не создадут, разве что с бюджетной «Шкодой» можно сравнить. Тесно, некомфортно, да и скорость не та. На Батькевщина самопомничью окончательно решили не подсаживаться, а значит, у блока Порошенко и Народного фронта только один путь – ехать вдвоем. И все время думать, хватит ли на бензин. Когда двое не смогли скинуться на дорогу и вынуждены брать попутчиков, это, конечно же, позволяет выехать и даже двигаться какое-то время. Но, увы, у всех, кто на заднем сидении, разное представление, куда нужно ехать и где конечная остановка. А потому сети пассажиры могут на любом перекрестке. Попутчиков добирают извне фракционных. Их, на первый взгляд, много. 47 – не только «Шкоду», но и целый бус можно набить. Вот только у всех свои маршруты. Даже те, кто не во фракциях, все равно объединены формальные или неформальные группы. А те, кто ходили поодиночке, как Павел Кишкарь, признаются – пошли в большинство, лишь бы не лишиться мандата. А еще ради возможных преференций, которые сейчас так щедро обещают. Кому дорогу долатать, кому больничку достроить, то и дело предлагают нефракционным. Так что кулуары полны. Слухами, мол, раз в ради такой фестиваль щедрости, тяжело не повестись даже о том, что укропы в Дроджине вольются встроенные ряды коалиции, поговаривают, а предлагают все и сразу. Ехать вместе уговаривают так активно, что, похоже, коалиционную машину вот-вот и заведут. Есть уверенность в том, что на начале пленарного тижня, наступного, у нас будет достаточно депутатов для формирования коалиции 226 голосов, и мы будем заниматься оборудованием нового кабина. А вот те, кто решили, им с коалицией все равно не по пути злорадствуют, мол, я на этой дороге столько, что даже выехав, на первом же ухабе диски поломают. Они пытаются створить коалицию антиприродной, шляхом за рахунок тушек. Это будет так называемая ширка, где будут голосовать представители тих фракций, которые формально не входят в коалицию. Это также неправильно, эта структура не является стабильной, и поэтому за 4-5 месяцев, скорее всего, она также развалится, и все равно мы выйдем на достройки. Коалиция имеет минимум складаться из трех фракций, потому что даже до этих двух фракций доединяют депутатов позафракцийных, то завтра там 3-5 депутатов выйдут, и снова же таки у нас в Украине не будет коалиции, и снова будут торги за Кабмин. Депутаты не скрывают. Всю эту затею с добором внефракционных устроили лишь с одной целью – поменять вид пассажира правительственного авто Яценюка на Гройсмана. Вопрос только в том, насколько круто теперь изменится маршрут. Ведь, по сути, новый Кабмин будут формировать все те же две большие фракции. А в Народном фронте свято верят, раз их министрам еще при действующем, пока премьере проездной выдали, зачем сходить? Пусть теперь и едут дальше. Нас не цікавят фамилии, кто будет наступным премьер-министром, кто будет министром. Нам цікавят, чтобы те реформы, которые започатковал Уряд Яценюка, они продолжат. Хотя в блоке Порошенко мечтают перезагрузить навигатор. Политика будет изменена на изменение Уряд Яценюка, хотя в то, чтобы начать что-то делать. Мы будем рады либерализации податкового законодательства, либерализации валютного законодательства, для того, чтобы бизнес и предприниматели начали наконец-то дыхать и понимать, что их перестанут мучать, как это происходит до сегодня. Так что еще не выехали, а уже на развилке. Как будут дальше согласовывать маршрут? Для тех, кто в оппозиции, большой вопрос. Пока что выдастся так, что никаких изменений в политике Уряда не будет. Я еще раз подкреслю. В диалогах, в любых перемываниях, они отказываются обговорювать подальше план действий Уряду. Они отказываются говорить о том, как выходить из этой ситуации. Они готовы обговорювать только подъем портфеля. Мы не можем до конца понимать, какие будут подальше действия, в том числе Уряду, какие будут приоритеты на 2016-2017 год. И это не покоит, и не покоит в том числе людей. Простые вопросы, которые задают себе люди, а сколько будет стоять им тепло, сколько им будет стоять газ, а что будет происходить с субсидиями. Очень сложная задача у любого премьер-министра, который будет поддерживаться такого рода коалицией, слепленной из разноплановых групп. Поэтому сложная задача. И мы будем, в любом случае, мы всегда будем поддерживать инициативы, которые будут хороши для страны, которые будут направлены на продвижение страны вперед, а не какие-то разборки внутри политиков, которые привели, собственно говоря, к кризису. Как бы там ни было, воруливать политикам нужно. Без парламентской пробки они и так уже стоят. Без малого два месяца. Екатерина Лысенко, Сергей Коваль, Сергей Килимник, Иван Нашкиндер. Подробности недели. Телеканал Индар. Так что весна трудное время для политиков. И не только потому, что коалиционные переговоры и бои все это время идут. Бои, о которых Катя Лысенко говорила в сюжете. Это еще и слуги народа готовы пережить. А вот декларации о доходах. Депутаты, министры, мэры, все они должны декларировать свои доходы и имущества именно сейчас. Одни делают это честно, другие пытаются утаить. Ну, что называется, все и сразу. Ну, а третьи хитрят. То о квартире забудут, то вместо роскошных машин, на которых их можно увидеть каждый день, в декларациях стоят прочерки. Вклады в банках, имущество родственников, все, что нажито непосильным трудом, все это прячут политики и ищут потом журналисты. Вот и наш корреспондент Лена Зорина выясняла, а что пытались утаить политики в этом году. Они несли свои декларации, кто как мог, в портфелях. Чего они беднейшие? Передавали через помощников или привозили на шикарных машинах. Я, может быть, один из самых честных, да. Миллионеры и бедные, как церковные мыши. Министры и депутаты рассказывают, сколько заработали. Клянуться живут, как все, мол, близки к народу. Пользуюсь там такси или общественным транспортом. Но проводим эксперимент. Банальный вопрос заводит в тупик. Сколько же там на метро стоит, знаете? Ну нет, я не езжу на метро. По закону депутаты и чиновники показать свои декларации должны были еще 1 апреля. Но обнародовать доходы поспешили не все. На 6 апреля уже опубликовано 182 декларации народных депутатов Украины. 424 миллионеров больше, чем тех, что живут на одну зарплату. Фокус старый, говорят в организации Transparency International. Если раньше было модно оформлять все на жену, теперь богатеют дальние родственники. Тети, дяди, какие-то племянники, племянницы. Третий этаж не застеклен, они не декларируют, не обязаны декларировать. Плюс любые наличные и денежные средства не обязаны декларировать. Плюс не обязаны декларировать там фирмы, в которых они являются конечными бенефициарами. Еще одна хитрость в аренде или подарках. Кто-то задекларировал, кто-то нет. Проверят ли, тут как повезет. Вот советник министра внутренних дел Антон Герасченко. В этом году ему подфартило. Получил подарков на 300 тысяч гривен. Старенькая Шкода из декларации исчезла. Зато появился дорогой кроссовер. Моя машина находится в аренде. Я своей пока не обзавелся. Депутат Боросюк меняет машины, как перчатки. Чтобы я сейчас не нарушаюсь так, чтобы мне запотребляли педагогисты. Регистрували и Марков Бораду не пустил. Вот он на черной Шкоде Суперб. Вот его белый Форт Мондео. А это он на Субару Аутбэк, которую недавно пытались взорвать. Соседи считать не успевают. То его привозят, то на Супербе он там приезжал. На Шкоде Супербе я вот видел, что он по разу приезжал. Ага, а это машину часто видите? Нет, не часто. Но этих машин в декларации нет. Живет Поросюк на 6 тысяч гривен на Печерске, где аренда вдвое превышает депутатскую зарплату. Выдремя этого житло. Это машина наших батьков. Украинская головоломка. Депутаты пишут, что заработали, но не пишут, сколько потратили. А вот здесь баланс не сходится. Я езжу на седьмой модели БМВ последнего выпуска. Я ношу там вещи, которые первой линии, там, Дольче Габбана, Прадо. Я ношу часы за 100 тысяч долларов. Вот это то, что надо сейчас декларировать. 80% этих вещей будет появляться из воздуха. Вот чтоб ты жил на одну зарплату, проклятие не только депутатское, но и коллег напротив. В Кабмине здесь есть министры, которые по 6 тысяч гривен в месяц зарабатывали. Один из них – министр соцполитики. У Павла Розенко и его жены заработки скромные. Больше 10 тысяч гривен. Я вважаю, что на такую сумму можно нормально прожить. Прожить он может, уверяет, и без квартиры. Ее в декларации нет. Я живу с народжения 45 лет. Это квартира моих родителей. Но с машиной вот таким внедорожником. Стоит такая машина почти как квартира. Чтобы заправить полный бак, министру нужно четверть зарплаты отдать. Примерно столько же обойдется и коммуналка. Это если есть где жить. Нет, тогда аренда съест всю зарплату. А плюс ежедневные расходы, семья, еда. Так можно и зубы на полку положить. Новые Петровцы – модное среди чиновников село. Здесь дом нынешнего премьера Яценюка. Бассейн открыт, рядом дежурит охрана. Хотя сам премьер, говорит, переехал в город. А этот пустой участочек неподалеку принадлежит министру юстиции Петренко. Он в нынешнем году самый богатый чиновник в Кабмине. Задекларировал почти 4 миллиона гривен. Я был в приватном адвокатическом секторе. Мал ответственные сбережения на депозитах. Живет же министр в этом доме на Печерске. Квартиру, говорит, арендует. Правда, это почти полторы зарплаты чиновника. Близко 30 тысяч гривен. Останний раз я расписывался за аванс. Было где-то с надбавками, совсем близко 19 тысяч гривен. Сейчас в правительстве 8 из 18 министров миллионеры. Правда, гривневые. Если на следующей неделе появится новое правительство, то и в нем состоятельных людей будет немало. Те, кто живет на одну зарплату без квартиры машин, тоже в новом составе Кабмина останутся. Но все ли они честно рассказали о своих доходах? Посмотрим в следующем году. Елена Зорина, Мариана Бурякова, Иван Ермаков и Павел Лысенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну а в следующем году уже придется отчитываться новому правительству, новым министрам. Вернемся к главной теме сегодняшнего дня. Я напомню, что несколько часов назад Арсений Яценюк заявил о своей отставке. И президент, и лидеры парламентских фракций, и западные друзья Украины не раз говорили, вот когда появится этот новый премьер, новое правительство, то выход из политического кризиса должен быть найден. И найден как можно скорее. По слухам даже даты называли. Ну давайте представим, что выход все-таки найдут. Коалицию сделают, правительство сформируют, начнут работать. Главный вопрос, а вот как быстро смогут показать результат? Ведь фактически тем же политсилам, почти тем же людям в Кабмине, в Верховной Раде придется решать те же проблемы, о которых споткнулось правительство Яценюка. Вот пример, дороги после зимы в некоторых украинских регионах их просто нет. По статистике, официальной статистике, 97% украинских дорог требуют ремонта. Ну, вдумайтесь в эту цифру. Чтобы исправить ситуацию, в дороги нужно вложить два годовых бюджета страны. Сможет ли новый Кабмин найти деньги и хотя бы частично решить эту проблему? Большой вопрос. И на данный момент вопрос без ответа. А ведь в том числе от решения этого вопроса будет зависеть и рейтинг нового премьера. Наш корреспондент Алан Атишок подробнее об этом. Бордовые, серые, черные. Дорога просто выстелена мозаикой из латок. На 10 метрах я насчитала 46 лоскутков. Тут уже и что под нечего, полотно необходимо полностью менять. Переодеть украинские дороги в новые. Хотя латки еще не худший вариант. Пугают открытые ямы на международных трассах. Ему есть с чем сравнивать. Румын Иван исколесил всю Европу. Как только пересек границу, почувствовал особенности езды по-украински. Трасса Одесса-Рени. Здесь русский нецензурный, вспоминается быстро. Дорога, которую называют южными воротами в Европу, настоящий квест для водителей. Колеса туда, один туда. Никогда не видел такую дорогу. Очень плавно. Никогда. Ну, потому что все украдет. Никто ремонт не делает. Почему воруют и не ремонтируют, не только румыну объяснить сложно. Вот карта наполеоновских планов правительства. На ней участки дорог, виды работы, выделенная сумма. Дорога Одесса-Рени тоже оказалась в очереди на ремонт. Причем капитальный. Будут убирать 5 сантиметров верхнего слоя и укладывать новый. Но на самой международной трассе ремонтом, даже косметическим, не пахнет. Водители просто едут по обочине, по грунтовке. Я в Житомирщине. А, Житомир. Я такого не видел. У нас были плохие в прошлом году дороги, но тоже добрые были. А это уже не яркие. А это уже дорога Киев-Одесса. Недалеко от столицы здесь запланирован капитальный ремонт. Однако с ним можно было и повременить. Мы все же нашли дорогу, где ремонт не планируется, а уже идет. В Кончу-Заспу. Самый элитный поселок страны, где живет немало высоких чинов. Не имеет никакого ни экономического, ни политического, геополитического значения. На эту дорогу выделяется порядка 2 миллиардов гривен. За эти деньги можно было бы гораздо большее количество километров привезти дорог средним ремонтом. В этом году на ремонт дороги выделили рекордную сумму. Более 30 миллиардов гривен. Вот только, как оказалось, львиная доля этих денег уйдет совсем не на ремонт. На погашение кредитов и уплату долгов у Карафтодора. От бюджетного пирога останутся только 14 миллиардов. Далее это кладется на стил в кабинете министров и народным депутатам. Кажут, в этой области дороги и так гарни, нам здается. А вот в Чернівецькой области давно дороги не ремонтували. И те депутаты, которые впливающие и сильнейшие, они в результате цей перелик режут и кромсают. И появляется новый перелик. Депутаты вважают себя большими специалистами зараз, ніж дорожники. Список, где закатают в асфальт деньги, утвердили только на прошлой неделе. Еще месяца два, пока проведут тендеры, а на улице уже апрель. Лучшее время для ремонта. Дорожники выходят на работы в червні, замість того, чтобы выйти в квітні. Втрачают три месяца. Но выйдут ли они в июне, тоже под вопросом. Реальные деньги, так спланировало Министерство финансов, перечислят только осенью. С октября месяца начинается активное финансирование. Ну, когда уже, извините, свинячий голос эти деньги. Когда уже начинают идти дожди, снега. И вот та картина, которую часто мы наблюдаем, когда идет снег, и в это время начинает кататься асфальт. Пока замечания классика о двух бедах, дураках и дорогах не кажутся правительству проблемой, сами украинцы по бездорожью наносят удар, чем могут. Глубина была 30 сантиметров. Вымашивали цеглой, где взяли у меня на участку. А сверху поливали смолою, разогрели битум, баллон принесли. И так получился субботник у нас. Это Черниговская область, городок Мена. Жители сами засыпали ямы. А вот в селе Бречь дорогу построил директор местного конезавода. Десять лет и сто миллиардов гривен в год. Столько нужно, чтобы украинские направления стали дорогами. Пока же на выделенные 14 миллиардов можно отремонтировать около 2000 километров. Это расстояние как от Чопа до Киева и дальше до Мариуполя. Украина должна быть своя стратегия, которые экономические приоритеты Украины. И должна развиваться автодорожная инфраструктура в первую очередь. Стали, скажем так, от Киева и пошли куда-то. Не знаю там. Или стали, не знаю, от Одессы или от Миколаева и пошли куда-то. Куда-то, до поля, не знаю. Или до завода, или до фабрики, или до парохода. Но пока стратегии нет, на тех станциях полно работы. Одну яму объедешь, а во вторую попадешь. Нету дороги, одни ямы. Шаровые вылетают. А вот так берешь колесо и его шатаешь в сторону. То оно должно быть жестко ходить. А бывает, вот так шатаешь, и колесо ходит туда-сюда. Украинские дороги, как говорят, убиты на 97%. По некоторым подсчетам, это даже хуже, чем в Узбекистане и Таджикистане. Потому над шуткой, что остатки асфальта каждый год тают вместе со снегом, уже не смеются. Алла Матюшок, Андрей Анастасов, Наталья Неделько и Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал Интер. Помимо дорог, еще одна проблема национального масштаба. Тарифы. Смотрите сами. Абсолютное большинство украинских политиков, вы видели это и в нашей студии, они были, по другим каналам выступают, обещают снизить тарифы. Сегодня или завтра, варианты могут быть разные, но точно снизить. Это то, что хотят услышать избиратели. А вот в МВФ хотят услышать совсем другое. Мол, цену, например, на газ нужно повышать еще и еще. Что выберет новый Кабмин? Симпатию избирателей или сотрудничество с МВФ? Ответ узнаем, наверное, уже в ближайшей неделе. И особенно такое решение Кабмина будут ждать те, кто уже не смог вовремя заплатить за свои дома и квартиры у тысяч украинцев коммунальные долги. Они настолько велики, что к ним уже наведывалась исполнительная служба. Как живут те, кто не может платить по счетам? Олег Решетняк об этом. Исполнительная служба выходит на охоту. В этом доме живут те, кто больше года не платит коммуналку. Не хочешь платить? Отдай квартиру. Твердой походкой в вечернее время они обходят подъезд за подъездом. Днепропетровские коммунальщики вместе с исполнительной службой и будут выбивать долги. По всем исполнительным производствам дается срок на самостоятельное исполнение. Он не превышает 7 дней. И по истечению этого срока государственный исполнитель по каждому производству исполнительному обязан наложить арест на имущество. В первую очередь забирают холодильники и телевизоры. То, что легче всего продать потом на аукционе. Здравствуйте. Исполнительная служба индустриального района беспокоит. Главное застать кого-то дома. У хозяина этой квартиры больше 7 тысяч гривен долга. Скажите, Максим Алексеевич нам нужен? По поводу задолженности. Кто тут такой не живет? Как не живет? Это обычная история прятаться от коммунальщиков. Как и то, что должники люди совсем не бедные. Здесь у хозяев есть дорогая машина. Только за коммуналку платить не хотят. Мы повесочку оставляем вверх. В ее же интересах перезвонить по указанному телефону. Пока только предупреждение. В следующий раз, если дверь не откроют, исполнительная служба ее взломает. А это уже Львов. Арестовывать пришли не холодильник или стиральную машину, а целую квартиру. Хозяин задолжал более 30 тысяч. Оказывается, эту квартиру сдают. Мы не будем говорить по телефону с неизвестной человеком. Давайте, пожалуйста, мы описываем машину. Короче, зашли, прорвались, Иван. Тут народу, с камерой и со всем. Теперь вставать будет уже нечего. Мы описываем эту квартиру для подальшой реализации. После того, как надходит звиток о оценке этого машина, машина выставляется на систему электронных торгов, арестованного машина. И продается. Охота на должников началась почти по всей Украине. Растут тарифы, а с ними и долги в геометрической прогрессии. Каждый 20-й украинец просто не платит за коммуналку. Но в министерстве ЖКХ только разводят руками. Мы анализуем ситуацию, мы звертаем увагу, если есть негативные факторы, но без посреднего вплива. И этим не может заниматься министерство, именно с тягнением борьбы. В Днепропетровске описали уже около 40 квартир и 200 машин. Это штрафплощадка арестованных автомобилей. Их владельцы решили не платить коммуналку. За долги они превратились из автолюбителей в пешеходов. Как видите, не все должники бедные, а даже наоборот. Коммунальщики говорят парадокс. Самые дисциплинированные старики с их мизерными пенсиями. Арест имущества действует магически, долги сразу же гасятся. А вот в Днепропетровске пошли еще дальше. Приезжает человек с Днепропетровска в аэропорт Борисполь. Он приезжает с семьей, с чемоданами. У него же в голове он уже видит там лазурный берег чего-то. Должников теперь не будут выпускать за границу. Он уже там перед проходом подходит к границе. То есть и думает, ну вот сейчас два часа он уже представляет, как он будет купаться в море. Он доходит до погранконтроля. И все его счастья, и все его море заканчивается именно там. Он возвращается в душный Борисполь, садится на поезд и едет обратно домой. Список журналисты уже прозвали расстрельным. В нем 385 человек. Но не все так просто, как говорят городские чиновники. Запрет на выезд за границу только после решения суда. Но не все города пошли в наступление. В Черновцах посчитали, судиться себе дороже. Но уговорами особо не подействуешь. Это понимают и в Черновцах. С января тарифы выросли в среднем на 50%. В этом месяце повышается цена на газ. И это украинцы почувствуют уже в следующем месяце. А пока вычислительные центры начали слать платежки с новыми тарифами на электроэнергию, которая подорожала в марте. Олег Решетняк, Ирина Дьяченко, Галина Якушко, Евгений Конецов и Юрий Голубенко. Подробности недели телеканал Интер. Итак, арест имущества за долги. Ну, теперь это уже не только угроза, это реальность, как видите. Мера, возможно, и действенная, вот только насколько правильная. И не случится ли так, что те, кто на мерседесах ездят и не платят, и в суде свои вопросы решат, ну, коль к ним приверят претензии. А те, кто не заплатил, потому что не из чего, теперь еще и на улице останутся. Большой вопрос. Большой вопрос. Неделя громких банковских скандалов. Сначала Хрещатик. Главный муниципальный банк рухнул. У его банкомата выстроились очереди бюджетников. Дальше, что с этой карточкой планируете делать? Выйти у нас. При мерстве Черновецкого Хрещатик отдали в частные руки. У города осталось только 25% акций. Версия от Нацбанка – бизнесмены с контрольным пакетом просто вывели капиталы из Украины. Мы ожидаем от правоохранных органов соответствующие оценки ситуации, переверки менеджмента и блокирование будь-якой возможности выведения костей за кордон на офшор. Но если с Хрещатиком все более-менее понятно, да и мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что государство вернет вкладчикам их деньги. То, что произошло в Приватбанке на этой неделе – загадка со многими неизвестными. С понедельника не работали его банкоматы. Не проходили платежи. На заправку заехал вчера, хотел Приватбанковской карточкой рассчитаться. Сказали, любая другая карточка, кроме Приватбанка. Буквально сегодня я решил проверить, на самом деле есть такое или нет. Сегодня с утра пытался снять деньги, но не получилось. Там вообще никак не работает. В смысле? Ну, я не могу отослать деньги. Система легла. У проблемы оказался поистине национальный масштаб. Приватбанк на сегодняшний момент действительно монополист на рынке платежей. У него больше всего платежи на карточках, больше терминалов, у него очень разложена система. Угроза неплатежей стала реальной и для сотен тысяч украинцев. Частично к концу недели банкоматы заработали. Но, как признают в самом банке, многие платежи зависли в сложной финансовой цепочке. На форумах соцсетей клиенты не сдерживают эмоций. После внесения денег в терминал он зависает и чек, подтверждающий операцию, не выдает. Сотрудники банка комментируют. А что вы хотите? У нас технические проблемы. Жалуйтесь руководству. Платежи в Приват-24 не проходят до сих пор. В самом Приватбанке все объясняют установкой новой операционной системы. Но так ли это на самом деле, проверить невозможно. Это частная собственность. Не выводит ли капиталы за границу крупнейший банк страны, конечно, никто рассказывать не будет. А вот о возможных проблемах с ликвидностью в банке говорят и уже давно, и не только в профессиональных кругах. Среди клиентов тоже. Еще одна версия странного сбоя в работе платежных систем банка, мол, банкоматы и терминалы попросту выключили, чтобы не выдавать деньги клиентам обанкротившегося хрещатика. Клиенты этого банка со своими карточками стали обходить все банкоматы. Ну а поскольку Приватбанка устройств больше всего, то и наличных банк отдать тоже должен был бы больше других. Есть и третья версия. Сбой в платежах совпал с финальной фазой переговоров по будущему правительству. Сейчас идут торги за вхождение в коалицию парламентских групп «Укроп» и «Видроджиня». Ее контролирует нардеп Хамутынник и мэр Харькова Кернес. Такой себе политический коктейль. Бывшие регионалы и ура-патриоты. И у них, и у Приватбанка есть одно общее. Ниточки ведут к группе «Приват». Связаны ли банковские дела и политика станет понятна во вторник, когда будет голосование за премьера. Если депутаты, связанные с группой «Приват», в коалицию не войдут, то у собственников и клиентов банка могут начаться совсем сложные времена. Все эти внутренние проблемы на фоне не то чтобы неудач, а, скажем так, на фоне холодного душа, который нам устроили в Европе. Когда голландцы на референдуме сказали Украине «нет». Давайте откровенно. Для нас не закрывают дорогу в Европу, но с иллюзиями расставаться пора. С иллюзией, что можно ничего не делать, а Европа нас все равно поддержит. С иллюзией, что можно в последние дни проехаться на велосипеде и сломать общественное мнение, которое месяцами формировалось. С иллюзией, что нас должны в ЕС тянуть, а не мы должны туда стремиться. Чуть больше, чем через неделю, 18 апреля, Брюссель должен решить, а что теперь делать? Что изменит и изменит ли соглашение об ассоциации с Украиной после этого злополучного голосования голландцев? Разбираться будут на высшем уровне на встрече министров иностранных дел ЕС. Главное, чего добивается Киев, чтобы в результате хотя бы соглашение не разделили на торгово-экономическую, которая ни у кого вопросов не вызывает, и политическую часть. Как настроены топ-политики Европы? Вот насколько они-то на украинской стороне, спросим у нашего Сапкора в Брюсселе. София Гордиенко, она с нами на связи. Софа, вечер добрый. А вот топ-политики ЕС, лидеры Европейского Союза, Европейской комиссии, Анит, что говорят? В Европе демарш-голландцы восприняли скорее как мелкую пакость в сторону именно Брюсселя, а вовсе не Украины. По крайней мере, именно такое впечатление, когда читаешь местную прессу. Мол, Нидерланды сказали нет Евросоюзу и его планам. Главы евроинституции Жан-Клод Юнкер и Мальтерн Шульц огорчились, но намекнули, кстати, что отношения с Украиной будут развиваться, а соглашение о свободной торговле будет работать. Самый оптимистичный посыл вообще мы получили от Дали Грибаускайте в виде обращения. Она призвала не терять надежду и не сомневаться в европейском будущем Украины. И напомнила, что свободная торговля между ЕС и нашей страной уже де-факто работает. Подытожила свою речь на украинском. Но, конечно же, евроскептики радуются. Марин Липен, например, поздравила голландских патриотов с триумфом. Вот только этот триумф Брюссель может во внимание и не принять. Многие эксперты, которые сейчас анализируют все возможные последствия референдума, сомневаются, что ЕС возьмет и отменит то, что и Брюсселю, и Киеву далось с таким трудом. Хотя, конечно, они стали для многих колодным душем результаты. Официально результаты голосования огласят 12 апреля. Тогда же правительство страны и объявит о своем решении. В качестве компромисса, кстати, с евроскептиками, которые инициировали референдум, рассматривают такой вариант, как внесение неких поправок в документ ратификации. Но пока о чем именно речи, какие будут поправки, не разглашают. В соцсетях тем временем появились уже сообщения жителей Нидерландов, которые просят прощения у украинцев. Но надо сказать, что и нам есть, что вменить в вину за все это время. Украинские чиновники так и не сумели подправить имидж Украины, пострадавшей от скандалов, с теми же даже украденными картинами и отсутствием реальных реформ. Дима? Да, коллега, спасибо за детальный рассказ. Но еще один вопрос. Давайте им зададимся, а какими теперь будут шаги нашей страны? Вот не ставит ли под угрозу такой негативный результат в Нидерландах? Еще и безвизовый режим для всех нас. Это узнаем прямо сейчас у Дмитрия Кулебы. Дмитрий, человек, который часто комментировал многие события со стороны Министерства иностранных дел. Сегодня мы с ним уже говорим в новом качестве. Дмитрий, я вас, кстати, поздравляю с этим. Накануне президент назначил нашего собеседника постоянным представителем Украины при Совете Европы. Так что он, как говорится, теперь уж точно в курсе. Дмитрий, вы мне скажите, какие дии могут быть у нидерландской страны надалей? Какие в них планы? Узвучивают они уже свою позицию? Как далее будут взагалей развиваться по дии? Главное, я бы сказал, зобовязание Нидерландов перед Европейским Союзом в этой ситуации, это найти такое решение, которое не поддержит солидарность Европейского Союза, которое не предпочитает руйнации, единство всех государств, членов ЕС в вопросе асоциации с Украиной. Потому что, если это происходит, то это мать далекоглядные последствия. Если сегодня нет единственности с использования угоди про асоциацию, завтра так же не будет единственности с продолжением санкций против России, а после завтра не будет единственности с решением другого вопроса Европейского Союза, его внешнеполітичной складовой. Поэтому надзвичайно важно, принципово важно найти такое решение, которое гарантировать единственность и непорушенность Союзу 28 государств, членов ЕС в этом вопросе. Каким бы ни было решение, какой бы ни была позиция уряда Нидерландов, Угода про асоциацию будет и надалее застосовываться в тимчасовом режиме. Нема часовых обмежений застосовывания угоди в тимчасовом режиме. Это нужно понимать. Официйную позицию Нидерландов мы ожидаем почути до 12 квитня, або максимум 12-13 квитня. Чему? Потому что именно 12 числа официально результаты, результаты, полученные на референдуме, набудут чинности за нидерландским законодавством. И, соответственно, откладывать этот процесс уже будет нема куда. Дмитрий, вы мне скажите, а как вы можете прокомментировать заявы, что, какие тут в Украине лунают, что, мовляв, в нашей стране столько проблем, что голландцы просто не могли иначе проголосовать и на этом референдуме. Ну, например, хотя бы украинская коррупция. Ну, действительно, именно через это результат настолько плохой. Насколько это правда? Действительно, вопрос о коррупции в Украине, оно постоянно лунало в дискуссиях. И я уже после оголошения результатов референдума, появился с попыток уже в Украине все завалить, завалить ответственность за полученный результат на тему коррупции, что мы недостаточно боремся с коррупцией в Украине, поэтому нас не любят в Нидерландах. Но я обязан разочаровать немного в этом плане. Безусловно, коррупция – это наша общественная проблема. Безусловно, что абсолютно безпрецедентные усилия за последние два года были докладены, чтобы эту проблему поделать. И безусловно, что еще больше нужно докладать усилия. Но в Голландии про все эти детали практически никто не знает. Для них просто термин «коррупция» является очень понимаемым. Он несет в себе загрозу. И поэтому, когда наши оппоненты сказали, что Украина – коррумпована государство, они не сказали, что она коррумпована. И вот такие примеры этой коррумпированности, которые вас налякают. Они сказали, что Украина – коррумпована государство, такая как Булгария, такая как Румуния, такая как Греция, и за которые вы, платники податков, вимушены платить свои деньги. И вот это лякало нидерландцев в вопросе коррупции. Я ничего плохого не хочу сказать про сгадание мною страны, я просто констатую факт, сведением которого я неодноразово ставал. Потому что тема украинской коррупции, она вот так переверталась и эмоционально работала с голландским выборцем, когда связывалась с хорошо известными моими историями коррупции в других странах Европейского Союза. Ну и наоборот могу сказать очень просто, что абсолютно серьезно раскручивался в Нидерландах аргумент про то, что после того, как Угода про асоциацию набудет чинности, то Голландия заразится как хворобой украинской коррупции. Вот из этого простого факта вы можете понять, как эта тема раскручивалась и подсвечивалась. Дмитрий, последнее вопрос. Чи не выйдет так, что теперь безвизовый режим для Украины также будет под загрозой? Нет. Это два абсолютно различных направления работы. Мы, государство Украины, выполнили свои обязательства в рамках безвизового диалога. Это признано Европейским Союзом. Европейский Союз подтвердил свое желание и готовность выполнить свою домашнюю работу для того, чтобы между Украиной и ЕС был проведен режим для безвизовых поездок. Больше того, тема безвизового режима, вона не лунала в дискуссиях щодо угоди про асоциацию, хотя лунала тема міграции, но безвизовый режим не является заручником этого референдума и ставления голландцев до угоди про асоциацию. И, наконец, честно говоря, у них и нет ставления договора про асоциацию. Это просто был привед для того, чтобы сборить политический ландшафт и политический ландшафт Нидерландии и проводить эту дискуссию. Я уверен, что безвизового режима ни одной из ограничений нет. Дмитрий, Дмитрий, я вам дякую и маю просто перервать. Мы маем закинчивать эту часу. Мы прерываемся на 9 минут, после которых поговорим и о ситуации в Одессе, и о ситуации на Донбассе и эксклюзивной подробности об офшорном скандале. Не пропустите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это подробности недели, прямой эфир, вторая часть программы. Я Дмитрий Анопченко. В этом части будем говорить и об офшорном скандале, и о Донбассе. Но начнем, начнем с событий дня сегодняшнего. С того, что в этот день просто на наших глазах разворачивалось. Одесса. Там массовые беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ. Все произошло во время празднования даты военных времен, Дни освобождения города. До сих пор так и не расследованы страшные события 2 мая. События на Куликовом поле. Вот казалось бы, хотя бы они должны были примирить Одессу. Но, увы, сегодня новый конфликт. О том, как и, главное, почему все это произошло. Из Одессы. Андрей Анастасов. Одесса отмечает день освобождения города от фашистов. Горожане несут цветы к памятнику неизвестному матросу. У некоторых георгиевские ленточки в букетах и на одежде. Реакция проукраинских активистов была практически молниеносной. Ленточки начали срывать. Завязалось несколько потасовок. Отдай ленточку! С обеих сторон полиция задержала по одному активисту. Чуть позже их отпустили. Но возле памятника еще долго выясняли отношения, обвиняя друг друга в провокациях. Я не против. Пускай они ложат цветы, но не ленточка здесь. Которых моих друзей на Донбассе убивают. Слушай, тебя вообще никто не спрашивает. Политические споры перекинулись и на Куликово поле. Там два года назад во время пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека. Сегодня так называемые антимайдановцы пришли на Куликово поле провести свой митинг. Их оппоненты попытались этому помешать. И не допустить, чтобы они устраивали какие-то сборщики. Потому что все эти сборы приводят к сепарским движениям. На Куликово поле вышла полиция и нацгвардия. Произошли потасовки. Евромайдановцы сжигают георгиевские ленточки. В полиции еще не определились, как будут квалифицировать все эти события и будут ли расследовать вообще. В оппозиционном блоке сделали свое заявление. Все стороны имеют право высказывать мнение. В той политической ситуации, которая есть на сегодняшний день в стране, нужно понимать, что нужно максимально быть сдержанными и максимально политкорректными. Это должны делать обе стороны. Мы должны объединиться вокруг нашего государства Украины. Сегодняшний день показал, чем ближе к маю, годовщине трагических событий в Одесском Доме профсоюзов, напряжение в городе будет только возрастать. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер. Разве что только события Второй мировой принесли Украине больше, более проблем, чем нынешняя война. Уже два года страна ведет антитеррористическую операцию. Как раз на следующей неделе, 12 апреля, будет вторая годовщина. Война принесла нашей стране столько проблем, сколько не приходилось решать, наверное, еще ни одному украинскому правительству. В двух регионах инфраструктура во многом разрушена. На восстановление промышленности, домов, дорог нужны десятки миллиардов долларов. Как живут сегодня люди в городах с громкими названиями, которые еще не так давно мы слышали в военной хронике. Роман Бочкала об этой. Апрель 2014-го. Донецк, Луганск, Харьков, Запорожье. На площадях российские флаги и георгиевские ленты. Но рвануло там, где не ждали, в провинциальном Славянске. Сначала захватили отдел милиции, затем весь город. Что там происходит, мы видели все своими глазами. Это сейчас здесь полно машин, а тогда проезжая часть была перегорожена автомобильными покрышками. И вот в город мы шли без журналистских удостоверений, без видеокамеры. У нас с оператором при себе были только паспорта граждан Украины и, как средство записи видео, вот этот телефон. И на голову я натянул капюшон, чтобы еще больше слиться с толпой. По дороге мы встречали людей с арматурой, битами, холодным оружием. А здесь, вот на этой опушке, впервые встретили людей, вооруженных огнестрельным оружием. Они были в российской военной форме и находились обособленно. Окрыленные успехом Славянска, сепаратисты захватывают соседний Краматорск. Отсюда начался счет жертв, концу которого пока не видно. Славянск освободили только через 4 месяца. Все же происходило очень быстро. На времени особо там какие-то глобальные раздумья, насколько это затянется, это реально не было. Первые потери пошли, там уже какие-то шутки. Для нас война началась с первыми потерями. Пока освобождали город, дети за короткое время вдруг резко повзрослели. Мы формисты все! Мы формисты! Мы формисты! Таким этот дом был 2 года назад, а такой он сейчас. 25 многоквартирных домов пострадало. Я имею в виду так, серьезно, потому что окна мы уже не считаем. 124 дома полностью разрушены, больше 300. Второй сложности там, где нет крыши, окон не было. Если многоквартирные дома худобедно восстанавливаются, то частные до сих пор стоят в руинах. Самый яркий пример – село Семеновка. Целый дом здесь найти сложнее, чем разрушенный. Родные сестры Александра и Анна живут на соседних улицах. Одной повезло больше – ее дому всего лишь снесло снарядом крышу. Прямо сюда, что все разгалили. Ее огород словно поле боя. Повсюду траншеи и блиндажи. Вот эти бугорки, вот это все были окопы. И вот это сюда окоп, и туда окоп. У другой сестры крыши над головой вообще не осталось. Я ее оплакую каждый день. И что, под забором осталось. Дом полностью сгорел. Все было, все нажила. Ей, как и другим, обещают выплатить компенсации за разрушенные дома. Сколько этих разговоров о восстановлении Донбасса, которые в итоге оказываются пустыми. В ожидании на государственную помощь почти полтысячи человек. А по частному сектору до сих пор законодательством не урегулировано решение восстановления этих домов. Находясь в городе Славянске, вроде бы на своей земле, на сегодняшний день никакой помощи государству не получают. Если Славянск и Краматорск это уже тыл АТО, то Авдеевская промзона это сейчас ее эпицентр. Под огнем прорываемся к позициям украинских военных. Из него врачи извлекли шесть осколков, но ехать в больницу Сергей отказался. Ситуация, как говорит наш комбат, стабильно хорошая. Мы стабильно тримаемся. Бои на промзоне не смолкают. Постоянно слышны разрывы минометных снарядов, артиллерия, пулеметы. Вот сейчас нас попросили укрыться в этом помещении. Совсем рядом идет бой. Под такую минометную музыку живет 35-тысячный город. Особенно ситуация обострилась с февраля этого года. Вот сюда совсем недавно угодили мины. В дом. Трое бойцов получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии. Большая часть территории, где два года назад началась антитеррористическая операция, сейчас освобождена. Если на теперь уже мирных территориях думают о том, как отремонтировать дома и дороги, то здесь возле Авдеевки мысли только об одном. Как остановить стрельбу? Украина на ближайшей встрече президента в формате нормандской четверки поднимет вопрос о введении полицейской миссии ОБСЕ. Вооруженные посты должны гарантировать подготовку к местным выборам на Донбассе. Для поддержания порядка обязательно? Наверное, надо. У Авдеевки, как у многих городов Донбасса, свой человеческий счет. Гибнут не только военные, но и мирные жители. Поступило сообщение о том, что в ходе от обстрела погибла женщина по адресу Кубишево, Дон 15. В ходе осмотра было установлено, что причиной смерти является минозрывная травма головы. Под данным ООН, всего с начала конфликта погибло около 6 тысяч украинцев. Неофициальные цифры на порядок выше. Освобожденная территория теперь зона экономической беды. А сама операция уже давно вышла за рамки антитеррористической. Конфликт на Донбассе перерастает в замороженный. И это состояние похоже на долгие годы. Роман Бачкала, Владлен Ноль, Ирина Дьяченко, Олег Ерофеев и Руслан Терентьев. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и о происходящем на Донбассе. Мы договорились поговорить с Юрием Бойко. Он у нас должен появиться на связи. Да, Юрий Анатольевич, вечер добрый. Вы знаете, я пригласил вас для того, чтобы обсудить донбасскую тему. Но поскольку вот такие события произошли с премьером, я должен сменить ее. Вернемся к Донбассу. Я не могу вас не спросить о том, что вот, ну, главная новость сегодняшнего дня, еще раз зрителям скажу, заявление Арсения Яценюка, он готов уйти в отставку. Как вы считаете, чего ждать от следующей недели? Вот все тихо, мирно пройдет, сформируют коалицию, потом нового премьера утвердят. Или опять могут быть вот эти бесконечные торги и споры? Я думаю, что от этого парламента уже мы ничего не ждем. Парламент потерял доверие людей, поскольку занимался и жил какой-то своей жизнью. А в принципе из-за позиции правящей коалиции, которая свои политические интересы ставила выше интереса людей в стране. И поэтому мы считаем, что парламент должен быть переизбран. Это наша позиция не изменилась. И мы считаем, что должна быть новая коалиция. Она уже будет формировать новое правительство, поскольку невозможно что-то делать в стране, когда парламентом доверяет 5% населения или 7%. И правительству и того меньше. Поэтому, безусловно, это полная перезагрузка власти. Вот что нас ожидает, по нашему мнению. И ничего страшного в этом нет, поскольку люди просто посмотрели на эту власть, посмотрели на этот парламент и уже не доверяют. Юрий Анатольевич, но тем не менее, вот вы говорите, не доверяют именно этому парламенту и решать те проблемы, которые есть сегодня, в том числе и донбасские проблемы, решать минимум ближайшие полгода, если не больше. Сколько денег нужно для того, чтобы вот этим людям, которые, в речь о судьбах которых была в этом сюжете, помочь? Вот есть хоть какие-то подсчеты, приблизительные хотя бы? Какой нужен бюджет, чтобы справиться с тем, что есть на Донбассе? Действительно, очень много разрушено домов. По нашим оценкам, около 6 тысяч по двум областям. И разное разрушение. Допустим, есть Лещанская разрушена, 108-квартирный дом полностью. Все люди полностью выехали. Есть разрушение в частном секторе в этих регионах. Разные дома, разное разрушение, но общая численность у нас примерно, по нашим оценкам, примерно 6 тысяч. Я считаю, что это не под силу одной нашей стране. Это должны быть средства еще международного сообщества, привлеченные для восстановления. И это будет процесс, который надо начинать как можно быстрее, потому что людям надо где-то жить. Мы были в Попасной райцентр Луганской области. Там за счет предприятий мы организовали восстановление 12 многоэтажных домов. И вернули людей практически в квартиры свою. Но это должна быть государственная политика. Это должно вмешать государство. Должно быть особое отношение к этим людям и к этой инфраструктуре. Ну, особое отношение. А что вы имеете в виду? Еще и западные деньги привлечь, помимо бюджетных? Потому что мы вот говорили в первой части программы. Посмотрите, в Украине настолько разрушены дороги, что бюджетных денег не хватает даже на то, чтобы на мирной территории все залатать. Не только на Донбассе. Вы это имеете в виду? То есть западную помощь? Это комплекс. И привлечение средств международных инвесторов, и собственно бюджетное средство Украины. И поддержка со стороны банков. Как я знаю, много программ, которые работают или начинают работать уже в нашей стране. Но сейчас это распространительная территория. Это, конечно, комплексный подход должен быть, потому что очень большие разрушения, очень много средств для восстановления инфраструктуры. Это и дома, и дороги, и освещение, все вместе. Люди, которые живут на этой территории, они все хотят мира, поскольку они настрадались, трагедии испытали, и страшные случаи рассказывают. Поэтому, безусловно, на первом месте они хотят спокойной, прогнозируемой жизни. И это задача государства, ее обеспечить. Задача государства помочь им восстановиться, помочь им адаптироваться к мирным условиям. Эти мирные условия закрепить и продолжить. Спасибо. С Юрием Бойко мы говорили. Но, знаете, все-таки, я думаю, что, к сожалению, Европейскому Союзу сейчас недомасштабная финансовая помощь в стране. Хотя бы потому, что ЕС просто захлестнул так называемый офшорный скандал. Наверняка на этой неделе вы за ним следили. Вот давайте сейчас детально разберемся. Ну, во-первых, офшоры. Где они? Сколько их? Еще год назад украинский Кабмин, что самое удивительное, утвердил список офшорных территорий. Так вот, в нем 76 государств. Ну, шутили еще тогда, когда документ вышел, ну, так сказать, рекомендовано Кабмином. Государства разные там. От далеких Панамы, Гибралтара и Гонконга до уже засвеченных в разных скандалах с отмыванием денег Люксембурга, Лихтенштейна и Кипра. Что удивительно, офшорными территориями наш Кабмин считает также Австрию, Францию, Болгарию, Грузию, Молдову и даже, не поверите, Киргизию. Ну, понятно, что сильные мира сего в Бишкеке деньги держать не будут. Вот, авторитетная компания McKinsey & Company, я вот нашел их заявление, подсчитала, что во всех офшорных зонах держат как минимум 32 триллиона долларов. Только задумайтесь над этой цифрой. Состоятельные граждане прячут там налоги, прячут там доходы, вот в этих безналоговых убежищах по всему миру. Причем половина этой суммы владеет всего 100 тысяч человек. 2 трети всех офшорных денег надежно укрыты всего в трех государствах, Люксембурге, Андоле и на Мальте. Ну и сначала глобальная реакция. Вашингтон и Лондон, две столицы, в которых об офшорном скандале говорили на этой неделе серьезнее всего, в Америке. Потому что именно там всегда очень внимательно наблюдают за любыми финансовыми махинациями, ну и в принципе за финансовыми операциями по всему миру. Ну а Британия, потому что в центре офшорного скандала оказался премьер-министр Дэвид Кэмерон. Об этом поговорим с нашими коллегами. Говорим Панама, подразумеваем Лондон. Авторы расследования считают, что похоже именно отсюда дергались за все ниточки и руководили всеми офшорными процессами. Ведь именно в Европе получали всю выгоду. А что творилось по обратную сторону океана, Тихон? Оксана, но фамилии американцев в опубликованных документах мало, всего около двух сотен. Причем среди них нет ни крупных бизнесменов, ни политиков. Рядовые граждане США, часть из которых уже отбывают наказание за налоговые преступления. Дело в том, что в Штатах ведь есть и свои налоговые оазисы. Невада, Южная Дакота, Вайоминг, Делавер. Штаты, где очень мягкие финансовые правила и неограниченная банковская тайна. Здесь многие американцы прячут деньги от налоговой. Европейские экономисты даже заявили, что после Панамского скандала как раз в Америку деньги, ставших теперь небезопасными, офшоров и хлынут. Отсюда, кстати, возможные слухи о возможной заинтересованности США. Впрочем, тут откровенно побаиваются того, что новая порция разоблачений может коснуться как раз Америки. Среди демократов стревожены возможностью новых утечек, потому что если главному конкуренту Хилари Клинтон, Берни Сандерсу удастся доказать, что бывший госсекретарь причастен к схемам, раскрытым в панамских документах, это позволит ему жестко атаковать. В игры Сандерс 14 апреля праймерис в Нью-Йорке весь ход кампании может резко измениться. Похоже, что и по другую сторону океана первым лицам тоже не сладко, да? Да, коллега, действительно, премьеру Кемерону даже пришлось сегодня опубликовать все свои налоговые декларации за последние 7 лет. Закон он и правда не нарушал, просто не горел желанием раскрывать все свои, пускай даже давние доходы, за что и был обвинен в лицемерии и двуличии. Хотя однопартийцы-консерваторы Кемерона поддерживают, так что должность он не лишится. Но имидж пострадал. Британцы, которые и раньше недолюбливали богатенького папенькиного сыночка, негодуют. За громким скандалом с Кемероном все здесь немного забыли о британских лордах, чьи имена всплыли в панамских документах. Детали их грязных делишек еще не опубликованы, так что королевство ждет новая порция разоблачений. А это может ударить не только по британским бизнесменам и политикам. Ведь офшорными схемами перекрывали финансовые махинации под ширмой высокого искусства. Итальянская пресса пишет, что через офшоры работал рынок предметов искусства. Продавали шедевры Пикассо, Ван Гога или Шагала. При этом офшоры вполне законный способ приумножить состояние. С их помощью богачи весьма умело уклоняются от уплаты налогов. А простые граждане денег недополучают. Злятся, требуют законы поменять или хотя бы объясниться. Вот почему люди выходят на акции протеста по всей Европе. Но в Америке до новых акций сродни зашумевшей «Захвати Уолл-стрит» вряд ли дойдет. По крайней мере, власти все для этого делают. Проводятся масштабные проверки, панамские бумаги изучают в Министерстве юстиции. В том числе, кстати, для того, чтобы понять, не обходят ли российские граждане с помощью офшоров американские санкции. Власти теперь не исключают, что по итогам расследования санкционные списки могут обновить. Что интересно, в последние дни началась такая своеобразная двойная конспирология. Викиликс объявил, что публикация документов произошла с подачи Джорджа Сороса и американских организаций. Но авторитетные издания США, Washington Post и Newsweek усмотрели в публикации «Руку Кремля». Из Вашингтона и Лондона Тихон Зитко и Оксана Кундеренко. Подробности недели. Телеканал Интер. И нам удалось поговорить с главным редактором той самой газеты, с которой началось это громкое расследование. Вольфганг Крах. Газета «Зюдочи Цайтунг». На этой неделе к нему буквально очередь из журналистов. И на большую часть запросов Герр Вольфганг просто отвечает отказом. Говорит, ну все-таки работать-то иногда надо, не только интервью раздавать. Но для нашего канала он сделал исключение и вот что сказал в эксклюзивном интервью подробностям недели. Мотивы, по которым, например, политики использовали офшорные фирмы, самые разные. Взять, например, Китай. Тамошние партийные руководители могли использовать эти компании, чтобы скрыть свое состояние от народа. Из документов, которые у нас есть, следует, что часть случаев это действительно уклонение от уплаты налогов. Но есть и другие мотивы для использования офшорных компаний. В некоторых случаях четко видно, что криминальные группировки, мафиозные структуры, наркокартели отмывали с их помощью деньги. С помощью таких компаний пытались также обойти санкции ООН. Например, в случае Сирии или Северной Кореи. По документам, обе стороны пытались уклониться от санкций и эмбарго. Сирия, чтобы финансировать войну против собственного народа. Северная Корея для создания атомного оружия. В документах есть целый ряд персон из Украины. Некоторые имена мы уже называли, в том числе и президента Порошенко. Но я не могу вам сказать, сколько всего граждан Украины фигурируют в документах и кто они, так как мы не проводили систематическую проверку на этот счет. Документов очень-очень много. В ближайшие недели и месяцы мы планируем публиковать истории, связанные с Панамским архивом. Но сколько их будет, я сегодня сказать не могу. Политики уже давно хотят что-то сделать, как-то бороться с офшорным бизнесом. Но до сегодняшнего дня на практике мало что изменилось. Документы показывают, что бизнес процветает. И в таких странах, как, например, Панама, многие люди живут за его счет. Возможно, Панамский архив станет поводом действительно что-то изменить. Не только говорить, что, мол, нужно что-то менять, но и реально что-то делать. МОСАК Фонсека, если верить цифрам, четвертое по величине фирма в мире, которая предоставляет такие услуги. То есть существует еще как минимум три более крупные компании. Ну и, конечно, есть целый ряд других юридических фирм, которые помогают открывать офшорные компании. Вполне возможно, что мы услышим что-то и о них. Но я бы не хотел делать прогнозы. Верно только то, что Международный консорциум журналистов-расследователей работает за счет взносов и пожертвований, а офис этой организации находится в Вашингтоне. И, конечно, среди тех, кто финансирует эту деятельность, есть также американцы. Но доноры, которые поддерживают консорцию, не имеют никакого отношения ни к публикациям, ни к обработке документов из Панамского архива. Над материалами работали только журналисты. Их было очень много, 400 человек. И эти люди держали информацию в секрете, что в документах знали только журналисты. А доноры консорциума не имели никакого представления о том, что находится в этом архиве. Этот скандал ударил и по президенту нашей страны Петру Порошенко. За эту неделю столько всего было сказано и о нем, и о его компании. Первые обвинения были очень громкие. Ему занимался одновременно и бизнесом, и политикой. Ему хотел от налогов уйти. Ближе к середине недели уже другие заявления появились. Компания Ротшильд Траст в ответ на запрос журналистов подтвердила, что юристы Порошенко, используя офшорные схемы, готовили передачу его компании в так называемый слепой траст. И в январе этого года решение наконец-то было принято. Ну, что же такое слепой траст? Что думают об этом в пропрезидентской фракции в парламенте? Давайте прямо сейчас узнаем. У Владимира Арьева, он с нами на связи, глава одного из комитетов парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну, вот помимо того, что депутат от блока Петра Порошенко. Владимир, вечер добрый. А вот что у вас во фракции говорят? Что вы сами думаете об этом офшорном скандале? У вас есть ответ? Для чего Петру Порошенко понадобились эти офшорные схемы? Давайте мы начнем с того, что само питание офшоров у нас навколо него створен и имидж, что это что-то страшное, плохое и противозаконное. Я, возможно, сейчас открою для кого-то великий секрет, но 90% световых великих компаний, або групп компаний, так или иначе, мают свою часть объединенных активов в офшорах. Те, что было показано, что до офшоров Порошенко в Панама Ликс, это абсолютно однозначно вибудова под продаж активов группы компаний. Група компаний, если мы возьмем Рошен, это не одна фирма, там, как ТОВ Рошен, а это группа компаний, которые включают в себя производственные мощности, они включают мощность компаний с продажей товаров, с экспортом. Кроме того, в Рошен входят и компании за кордоном, у него только одна лепестская фабрика, у него есть еще и европейские заводы. То есть это объединение, большое объединение компаний. Украинское законодательство, на жаль, так как и большинство из-схидно-европейского законодательства и пост-радянского законодательства, оно не пристосовано для того, чтобы покупец сказал, что я буду эту группу компаний купить в Украине. То есть, под покупцем были созданы эти офшорные компании. Отже, что касается компании Рошен. Первое, мы видим, что реально готовился продаж этой компании. То есть, должна быть выполнена обещанка предвыборча Рошенка, что когда он станет президентом, он это сделает. Но продать эту группу компаний, это не продать, например, видеоплеер через OLX или какую-то другую компанию с продажей в интернете. Это очень сложный и достаточно, скажем так, чутливый механизм. Поэтому продавать его за какие-то копейки или напрямую на территории Украины возможности не было. И, соответственно, тогда вопрос оффшорах было закрыти, после того, как угода так и не произошла. А офшорами никто не использовал, то есть, там нули стоят в грошовых потоках. И после этого уже компания была передана в так называемый слепый траст. Володимир, вы меня заплутали. Вы мне скажите, окей, слепый траст, про него все говорят весь тиждень. Что это такое? Вы объяснили? Другой вопрос, ну просто адверто. Вы много писали в прессе на тему тиждень, что все эти оффшорные схемы, они створюются для того, чтобы уникать податков. Вы это расследовали, этот момент? Что это значит «слепый траст»? Это когда человек передает свое майно, как сейчас все народные депутаты, которые имеют там какие-то корпоративные права, но они отказываются от того, чтобы керовать этими правами на период выполнения своих повноважений. И мы получили доказы, что группа компании Ротшильда взяла в трастовое управление компанией Рошен, что было, власне, подтверждено самой группой компании Ротшильда, и даже через такие поважные выдвинения, как Financial Times. То есть, в данном разе, украинский оффшорный скандал, украинская часть загального этого глобального оффшорного скандала, она не привела бы до того эффекта, как бы не начали маніпулювать самими терминами. Оффшори, ухилення от сплаты податков. Юристи меня абсолютно чётко пояснили. А. Відповідно, жодного руху коштів не было. Б. Ухилення от сплаты податков не могло, через то, что схема прямого продажу через Украину, вона была бы абсолютно неприйнятна для покупца. А покупцем такого актива может быть лишь потужный иноземный инвестор, который занимается, соответственно, производителем кондитерской продукции. То есть, в данном разе, никакого порушения законодательства и никакого намагания ухиления податков не было. Это объяснило мне несколько независимых юристов. Добрый, дякую, мы вас почула. Владимир Арьев был с нами на связи. Ну, а все точки над «и» сегодня расставил сам президент. Петр Порошенко давал интервью украинским телеканалам и прокомментировал тему офшоров. Вот на этой неделе он пообещал уже представить реформу, которая сократит использование офшорных схем в Украине. А как это можно сделать, он конкретизировал как раз сегодня. Вот что сказал. Какие шаги мы должны сделать для того, чтобы сделать эффективный, швидкий и глубинный процесс офшоризации. Первое, я предпочитаю Министерству финансов, Державной и Фискальной службы обеспечить объединение Украины к Международной медведомственной конвенции по обеспечению доступа Украины к рахункам нерезидентов. Не позднее, 1 сентября 2017 года Украина автоматически должна получать информацию из всего мира про рахунки, которые открыты в любом банке света украинскими резидентами. Это будет корреспондироваться с запроведением законодательства, которое я обеспечу внести в ближайшее время с запроведением статуса иноземных контрольованных компаний. Незалежно от того, эта компания в Украине або за кордоном, если она, прямо или посредственно, належит украинскому резиденту, и если уровень оподаткования в этой стране больше, чем в два раза ниже, чем ставка украинских податков, ты маешь, даже если деньги не зашли в Украину, заплатить податок Украине. Додатково до этого мают быть корреспондованы ставки податков. Мы маем забезпечить гармонизацию податкового законодательства. Еще одна тема, которая обсуждалась вот в этом большом интервью украинским каналам. Наши пленные в России. Почему эту тему затронули? Почему она так важна? Потому что на этой неделе опять заговорили о том, что если бы не все, то хотя бы самые известные из них могут оказаться дома, могут вернуться в Украину. Самую последнюю информацию узнаем у нашего корреспондента в Москве Данила Русакова. Данил, вечер добрый. Вот насколько реально, что мы сможем увидеть в ближайшее время, к примеру, Олега Сенцова, Александра Кольченко, что они вернутся в Украину, что их выпустят. Да, Дима, здравствуй. Новость о возможном освобождении сразу четырех украинцев на этой неделе прогремела словно гром среди ясного неба. Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко уже скоро могут оказаться в Киеве. Формально это называется возвращение в страну гражданской принадлежности для отбывания наказания там. Я напомню, факт наличия украинского паспорта у Олега Сенцова и Александра Кольченко в приговоре признал суд. Это, к слову, стало формальным основанием, чтобы не назначать дополнительного наказания. Что касается самой передачи заложников Украине, есть соответствующий межгосударственный договор между Киевом и Москвой. На деле же это означает, что сразу после пересечения границы все эти люди могут получить свободу. По словам адвокатов, такое ходатайство они подали еще в феврале 2016-го. Его принял украинский Минюст. Тогда же запрос направили в Москву. И уже российский орган юстиции дал распоряжение федеральной службе исполнения наказания подготовить все необходимые для этого документы. Впрочем, окончательную возможность передачи Киеву заложников еще должна утвердить местная Фемида. В Верховном суде уже сообщили в течение ближайших двух месяцев готовы это сделать. Поскольку в заявлении они не излагали свое намерение присутствовать при рассмотрении в судебном заседании, если они это волеизъявление заявят, то с их участием может быть рассмотрено. Но юридически может быть рассмотрено и без их участия. Олега Сенцова и Александра Кольченко уже этапировали режиссера в Якутию активистов Челябинскую область. Сейчас он находится в городе Копейске на территории исправительной колонии номер 6. Но если примут политическое решение узников обменять, доставить их до границы с Украиной, проблемой не будет. Данил, а Наде Савченко какие есть новости по этой же процедуре, по этому же механизму могут ли ее освободить? Эта ситуация выглядит гораздо драматичнее. В течение всей недели появились разные сообщения. Мол, вопрос Надежды Савченко чуть ли уже не решен. Однако адвокаты просят не форсировать ситуацию и не создавать слухов. Сейчас Надежда по-прежнему находится в Новочеркасском СИЗО. Ее не спешат этапировать. Летчица объявила сухую голодовку. И по словам защитников, уже есть серьезные медицинские основания для опасений за ее жизнь. Организм сильно обезвожен. У нее сухая кожа, белеет слизистая оболочка и язык. Дабы пресечь спекуляции, Надя отказалась принимать душ. Даже к умывальнику старается не подходить близко. Этапирование в колонию при таких показателях означало бы возможные крайне неприятные последствия для тюремщиков. Сейчас, видимо, просто есть некая растерянность на низовом уровне. Политическое решение о том, что ее в ближайшие дни могут вывезти в Украину, освободить, еще не доведено до низа, даже если оно принято. Мы надеемся, что оно принято. И руководство СИЗО, люди, которые непосредственно отвечают за ее жизнь, очень нервничают. Это ощутимо, это заметно. В какой именно форуме может произойти обмен Надежды Савченко, и когда, пожалуй, самый насущный вопрос, сроки принятия такого решения пока тоже не ясны. Но главное, понятно, что Надежда Савченко скоро должна оказаться на свободе. Дима. Ну, нам всем на это очень хочется надеяться. Коллега, спасибо. Данил Русаков был с нами на связи из Москвы. Скандал недели. Скандал, который косвенно связывают с Надей Савченко, хотя бы потому, что, по иронии судьбы, благодаря закону имени на свободу досрочно выходят многие преступники. День в СИЗО теперь считается за два в тюрьме, и депутаты коллеги Савченко, когда голосовали за этот закон, просто забыли, забыли сделать важную оговорку, что он не должен распространяться на тех, кто совершил тяжкие преступления. Например, скандальный судья Калядник Зварич, вот он уже на свободе. Еще на этой неделе вышел и бывший нардеп Виктор Лозинский, помните? Осудили его за убийство. Наш корреспондент Елена Механик пыталась выяснить, где же сейчас Лозинский. Виктор Лозинский из колонии вышел 6 апреля в аккурат в свой день рождения. На улице было темно, примерно вот как сейчас. Он сел в единственную встречавшую его машину и быстро уехал. В Бориспольской исправительной колонии номер 19 теперь уже о бывшем заключенном Лозинском либо хорошо, либо никак. К нему никогда претензий не было. Всегда был вежлив, корректен. Экс-нардеп безупречно шлифовал кухонные досточки. За прилежный труд у Лозинского были тюремные привилегии. Вместо камеры спальня, вместо нар кровать. Вот, собственно, как вы снимаете его спальное место. Вот вы, берусь, принесли, показали. Пальмы, море и песок на стене в местной столовой, конечно, не курорт, но и далеко не строгий режим. А вы Лозинского знали? Мы не общались. А почему не общались? На работе. День его рождения совпал с днем его выхода отсюда. Это случайность? Суд назначил на этот день. Совпало, так совпало. Из 10 положенных лет Лозинский отсидел только 6. Это позволил закон, так называемый, Савченко, который день в СИЗО засчитал за два дня колонии. И, соответственно, конец срока приблизился. И вот наступила определенная льгота на применение досрочного освобождения. Если бы не было этого закона, то у господина Лозинского только в конце этого года наступило бы такое право. Странное совпадение. Лозинский досрочно освободился в свои 53. Столько было и убитому им Валерию Олейнику. Это было 7 лет назад в Кировоградской области в Голованевском районе. Здесь Лозинского называли хозяином района. Вместе с друзьями по пути на охоту он устроил сафари на человека с ножом. Мужчину загоняли прямо в поле как дичь. Давили машиной и подстрелили из ружья. Даже спустя годы отсидки Лозинский так и не признал своей вины. На мое переконание я сделал абсолютно верно. Он как был циничным барином перед тем как его посадили. На самом деле он таким и вышел. Он как раньше решал судьбы людей так и сейчас он их будет решать. Как раньше он финансово эти все вопросы закрывал. Я думаю и сейчас так произошло. В апелляционном суде Лозинский доказывал честно заработал право с вещами на выход. После вердикта об условно досрочном освобождении Лозинский исчезает и с экрана плазмы и вообще с поля зрения. Отправляемся искать его по разным адресам. В этой элитной столичной многоэтажке у Лозинских было несколько квартир. Да, на 22 этаже. А сколько это? Много. Штук семь где-то. А здесь вы не видели последние несколько дней? Я не видел его. Нет, не видел. А кто сейчас в этих квартирах? Нет, тоже не могу сказать. По документам это владелец Лозинская. Поднимаемся на 22 этаж. Похоже, что тут весь этаж выкуплен и поэтому тут стоит одна единственная дверь, через которую пройти мы не можем. По совету жильцов спускаемся и в самый низ в подземный автопаркинг. Возможно, тут удастся что-то прояснить. Ищем знакомую фамилию в платежках за парковку. На букву Л ни одной фамилии нет. Пять таких автопаркингов жена Лозинского пыталась спасти от конфискации, но генпрокуратура ей помешала. А вот дом в пригороде Киева у семейства якобы остался. Едем в село охотив от столицы до него всего несколько километров. Здесь Лозинского в эти дни тоже никто из местных не видел. В доме, который зарегистрирован на его жену, по словам соседей, уже давно никого не было. Отправляемся в Голованевск, в Кировоградскую область. Здесь, куда ни глянь, Лозинский к всему руку приложил. В родовом поместье Лозинских не души, двор пустой, окна наглухо закрыты. По слухам, свое возвращение Лозинский уже скромно отметил в тесном кругу в лесном домике. Но в самом Голованевске, говорят местные, бывшего депутата не встречали. Не было его и в соседней игрушке, откуда родом убитый Олейник. Селяне в курсе последних событий. Видели по телевизору и сам суд, и группу, которая приехала поддержать Лозинского в Киев. Абсолютно пустым стоит и дом матери убитого Валерия Олейника. На деньги, по словам соседей, привезенной сразу после похорон людьми Лозинского на больших машинах, справила новый забор и умерла год назад. в полной нищете. Суседка доглядала и похоронила и все так и так. В генпрокуратуре пообещали, скандальное дело Лозинского так не оставят. На сегодняшний день мы схиляемся до того, что все-таки касацию мы однозначно подавать будем, потому что мы не можем погодить с решением апелляционного суда про звольнение Лозинского. Где сейчас находится Лозинский в ГПУ не знают. По закону теперь он может ехать куда угодно, даже за границу. Елена Механик, Елена Брынза, Сергей Коваль, Вячеслав Фролов. Подробности недели и телеканал Интер. Вот такими и серьезными и смешными и вот как сейчас грустными были подробности этой недели такова жизнь. Встретимся в этой студии через неделю и уже надеюсь, что сможем поговорить о новом премьере и о новом правительстве. По крайней мере, все об этом свидетельствует. Спасибо, что смотрели. До встречи через неделю. Счастливо.